Салют, приветствую, витаю! Небольшой такой информационный и промо-ролик под названием Удивительное, или же, может, более скромно назовем Потрясающее, хотя это тоже хороший аппетит Авторская песня на стихи российского олигарха Да, действительно, пару дней назад я сочинил эту песню, довел ее до ума под гитару А автором стихов является, вот меня поражали эти стихи и раньше Когда я там более 10 лет назад смотрел его исповедь, этого олигарха На канале Дмитрия Гордона, там в гостях у Гордона, по-моему, в 12-м году еще было интервью И потом оно и до сих пор висит, там многие миллионы просмотров И этот вот олигарх, он такой злой гений российской политики 90-х, нулевых Это Борис Абрамович Березовский Помимо того, что он был гениальным авантюристом, комбинатором, махинатором и так далее Он еще в политике имеется в виду, да, и в бизнесе, соответственно, там Один из участников процесса приватизации, прихватизации активов России, там И Лаговаз он там, то есть, Жигули, да, Тольяттинский завод Автопром российский И Сибнефть там, ну, чего он там, везде участвовал И Русал, да, русский алюминий Сейчас Терипаска, да, от компании То есть, везде он свою руку приложил, потом продавал там эти У него был корешок Бадри Паттеркацишвили Который потом странным образом тоже умер Ну, короче, много там дел, как на его покушение были Все, почитайте в Википедии Ну, помимо всего, он был поэтом-лириком тонким таким в душе И он написал в своей вот исповеди, прочитал полностью стихотворение «Люблю» То есть, вот мастерство Дмитрия Гордона выводить так вот, расположить собеседника Чтобы он вот и что-нибудь из своего творчества прочитал И мне это стихотворение показалось очень-очень таким глубоким, философским Вот так вот, как олигархи, богатые люди мыслят И порой бывает от их все-таки чувствительными, довольно вирическими натурами Я его прочитаю немножко, там подредактировал в плане того, чтобы на песенный такой жанр Оно наложилось, оно и так, как бы, песенное Но там надо было, чтобы не было шипения, шипелявения вот в некоторых там рядках В строках в последнем куплете, да И оно получилось очень-очень классным в результате, когда на гитару положил его Своими некоторыми такими правками, чисто такими для такта и ритма Я его прочитаю, вы сами оцените, да? Насколько все-таки тонкая такая философская любовная лирика Люблю Борис Абрамович Березовский Вдвоем летим по восходящей, легко вливаясь в магистраль Погибающей от центра мы крутим вечную спираль Все ближе, ближе, ближе встреча, и изменить уже нельзя Все тоньше, тоньше, тоньше время, что отмеряешь ты и я Одним движением синхронным открыли девичьи души Одним прикосновением мысли Одним прикосновением смыли все предыдущие пути Не мысли, а смыли, извините И приостановив дыхание, поймали новую волну Избившись с ритма, лишь шептали Тебя люблю, тебя люблю Вот этот последний куплет Избившись с ритма, лишь шептали Вот это ше-ше-ше, оно на песенные, так скажем, и тактовые такие партии Когда поешь, исполняешь, не ложится Поэтому я тут упростил, усовершенствовал Мы сбились с ритма и шептали Тебя люблю, тебя люблю, опор А при повторе я заменил еще более просто и подпесенный жанр И затаили мы дыхание Поймали новую волну Мы сбились с ритма Мы сбились с ритма и шептали Тебя люблю, тебя люблю Вот, собственно, такие небольшие правки я внес в это Замечательное, можно сказать, даже в чем-то гениальное Стихотворение философско-лирическое Под названием «Люблю» Гениального комбинатора, махинатора И авантюриста Бориса Абрамовича Березовского Бизнесмена и человека и в душе лирика Вот, ну не знаю, как публика оценит мою песню Но мне кажется, она получилась замечательной Даже потрясающей, наверное, надо более такой возвышенный эпитет Поскольку тут продюсеров нет, ничего такого нет И ни аппаратуры, ничего под смартфон, запись сделана Но гитара была настроена идеально Насколько мой слух, он близок тоже к идеалу, я считаю Сколько, ну, я уже говорил, что я мог бы петь Музыкальную карьеру блестящую сделать Но в результате я вот оставил это себе как хобби Но то, что я могу где-то что-то творить Написать какую-то музыку где-то То я это делаю в качестве хобби Кстати, вот любой гитарист Любой, кто не обделен музыкальным слухом У кого слух очень тонкий, музыкальный Он может написать песню Не каждый может стихи написать Но песню, по-моему, может любой написать Если есть подходящие для этого стихи Вот я могу и то, и то, но стихи труднее написать А если встретил какое-то стихотворение Которое подходит к песне То на него уже, если есть какое-то такое вдохновение Энтузиазм Вы можете написать мелодию Перебирая аккорды, там, варьируя интервалы И так далее, и так далее Все это вот в совокупности Врождается как бы сама собой мелодия Но для этого какое-то вдохновение, наверное, нужно Вот я так вот взял эти стихи Прочитал мне сразу Каркас мелодии Как она все под гитарой Все это появилось Кстати, не знаю, была ли какая-то похожая до меня Вот на эту песню мелодия Возможно и где-то чуть-чуть что-то отдаленное было Но, скорее всего, не было Но у каждого, кто обладает музыкальным слухом Близким к абсолюту У него в голове крутятся Все мелодии, которые он когда-либо слышал Вот у меня это есть Вот я могу Вот каждую где-то песню слушаю И сразу знаю, что вот это где-то то-то, то-то Ну не с трех над можно угадать мелодия Но с пяти-шести, как правило, можно угадать мелодию Любой песни, которую слышал ранее Вот Ну вот я так вот сочинил вот эту песню Обыграю аккорд АМ во вступлении АМ, АМСУ, АМСИН, так далее Потом Ф ФА, да ДжИ Возвращаемся назад КЛЯ, МИНОР И так оно туда-сюда пошло И вот получилась замечательная песня Внизу будет ссылочка на нее Через некоторое время И я думаю, что эта песня Ну, будет каким-то вкладом моим так лично В развитии музыкального искусства Поскольку мы в основном делаем каверы Но иногда и сами пишем Поскольку если есть какое-то вдохновение Потребность души что-то сбацать Свое Скомпанировать Известные семь нот плюс тонны Полутонны аккорды Ну и полутона-тона В ту или иную сторону Получается Порой очень даже Хорошее созвучие Под Конкретные такие Поэтические Песенные строки А у Баба То есть Бориса Абрамовича Березовского Как вы заметили в этом стихотворении Все было расположено Чтобы оно легло на музыку Такого рода стихи должны Ложиться на музыку Тем более вот Смотрите Все ближе, ближе, ближе Встреча второй куплет Три раза повторяется Ближе, ближе, ближе Да И изменить уже нельзя То есть если уже назначили Свидание и он знает То значит встреча будет Если только не случится Чего-то непредвиденного Да И все тоньше, тоньше, тоньше Время три раза повторяется Тоньше, тоньше, тоньше Время Что отмеряешь ты и я Я к чему это все говорю Ну и я по этому Последнюю строчку В песне тоже три раза Повторяю Для Ну оно требует Как бы музыкальный жанр И поэтически В этой песне такого Это пришло в голову сразу Я почему это говорю Потому что Если вы сами Чего-то написали Вы уже какие-то Мелодии варьируете Тонь перебираете В голове Как это положить На музыку А если уже до вас Это написано То оно как бы Рождается само собой Ну вот таким образом Появилась замечательная Будем говорить Потрясающая песня На стихи Российского Известного Гениального Злого гения Олигарха Бориса Абрамовича Перезовского Ну и вторая часть Моего такого Промо-инфоролика Будет посвящена Непосредственно Борису Абрамовичу Кратенько Поскольку Ну Восхищение вызывает Сама Песня Да Сама его Сам его стих Но и В то же время Надо же коснуться Что же это была за натура Как он умер Да Не будем про его деятельность Я уже сказал Что это был гениальный Авантюрист Комбинатор Махинатор Который Творил Российскую политику Был одним из творцов Российской политики Нулевых И Особенно 90-х годов И то что Один из всех Говорят Их по пальцам Можно сосчитать Этих персон Который Способствовал Избранию Владимира Владимировича Путина На пост президента То есть В качестве преемника Предложил А дальше уже было Дело техники Избрания Преемника На пост президента Ну так вот Борис Абрамович Березовский Умер странным образом У себя В поместье В 40 километрах от Лондона Там И по всей официальной Так информации Да Он был Найден в ванне Повешенным на собственном шарфе То есть Сам Покончил жизнь Самоубийством Через повешением В ванне В своей ванне В поместье Там же охрана Все да Но вот таким вот образом Его нашли Было Кстати было Коронерское То есть От имени британской Короны Расследование Поэтому верить в то Что он куда-то Сбежал И где-то там В пластической операции Доживает свой век По Так По версии Конспирологов Оно несостоятельно Ну нельзя же До такой степени Не доверять Британскому правосудию И тем более Британскому Коронерскому Расследованию И показания Многих Тех Кто участвовал В расследовании О причинах смерти Бориса Абрамовича Березовского Так что Ну а то что не появилось Ни одной фотографии После его Вот такой Кончины Да Странной То это же Желание Как говорится Родственников Тут ничего не сделаешь Нельзя Может не хотели Его в каком вот Искривленном Таком Нехорошем виде Чтоб видели Но это их право Но все Остальное Показывает на то Что он Действительно Был Повешен Или же Сам повесился И я приведу В заключение Так скажем Последние минут 5 По моему Убедительнейшие Можно сказать Стопроцентные факты Которые указывают На то что он Мертв Что он Действительно Уже На том свете Итак Я проведу Только то Что известно И что можете Вы прочитать И в Википедии И в других Источниках Итак Егор Шупе Зять Березовского У него 6 детей Значит Который один Из зяти Из зятей Да Он первым Сообщил о смерти И о том Что Ей Ей Предшествовала Глубокая Депрессия Стало быть Борис Абрамович Был Ну Перед этим Еще он Проиграл Известный Спор В арбитраже По поводу Продажи акций Там Сиднефти С явно Заниженным Ценом Как он Утверждал Своему Бывшему Коллеге По бизнесу Роману Абрамовичу На 5 миллиардов Спор был Проигран В лондонском Высоком Суде Поэтому Это был Конечно Ударно Насколько Важны Были Деньги Для Бориса Абрамовича Это вопрос Спорный Но тем не менее Вот Первый факт Который Утверждает Что он Все таки Был Мертв И Что это был Действительно Борис Абрамович 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 Подставное лицо Или что все это Инсценировка О смерти его Это свидетельство Зятя И происшествующей Депрессии Его смерти Далее Адвокат Александр Добровинский Он Сообщил В те же дни Как только Стало известно О кончине Что Березовский Покончил с собой Невозможность Жить бедным Жест Отчаяние Серия Ударов Судьбы Так задается Вопросом Адвокат Боюсь Правды Уже никто Не узнает Но Сам адвокат Александр Добровинский Однозначно Заявил Что Борис Абрамович Березовский Покончил с собой То есть Тут нет вопросов Далее Известный Журнал Forbes Который Публикует Списки Самых богатых Людей На планете Он сообщил Он сообщил Что за несколько Часов до смерти Борис Абрамович Березовский Дал интервью Не для публикации В котором И сообщал О том Что для него Смысл жизни Уже потерян Что нет Он не видит Дальше Смысла жизни Ну вот видите Это стихотворение Которое написал И которое он Прочитал Гордон Она тоже Как бы Он выбрал Из своих Стихов Но он же много Писал стихов Как оказывается Но вот выбрал Самое лучшее Самое такое Подходящее Которое тоже Свидетельствует Что У него Как бы Ну Какие-то Кризис Явный был Уже И в любви Наверное Тем более Караулов Такой Журналист Российский От себя Еще сообщил Что он имел С кем-то там Беседу И Тот Звонил Тоже Березовскому В те дни Депрессивные И где он Жаловался о том Что у него Импотенция Что у него Не стоит Да Значит Как бы Любовь закончилась Смысл И в этом смысле Как бы Ну Потеря А Импотенция Это как правило В старости Приходит После переживаний После неправильного Образа жизни Но Главное Это Психосоматика Импотенция Мужская Это психосоматика Во всем Остальных случаях Если ты всегда Себя держишь В форме То До Самой смерти Потенция Как правило У мужчин Не теряется А тут У него Вот это наступило Это еще был Таким Одним ударом Окончательным Который Который Крыться Гвоздь Гроб При жизни Которая Становится Уже Для него Бессмысленной В бизнесе Проиграл Неудачи Все политические Проекты Авантюрные Все тоже Потерпели Крах Все Везде Все Все Одно Цепочка За цепочкой И все Вот пожалуйста Еще И тут Еще Импотенция По свидетельству Караулова Который Ссылается Тоже Там Не помню Фамилию Что это Действительно Так Было Где-то Он там Признавался Этот Ротговор Все Это Тоже Сильный Удар По его Значит Жизненным Установкам Несмотря На то Что он Был Как он Отверждает Безнадежным Оптимистом Да Ну Безнадежные Оптимисты Обычно Не Заканчивают Жизнь самоубийством Или повешением Только в крайних Случах Когда уже Действительно Ничего Их в этом Мире Не держит Ну Вот Наверное Борис Абрамович Пришел К такому Состоянию Что Его уже Ничего Не держало В этой жизни Все дети Взрослые Устроенные Деньгами Всем обеспечил Дальше уже Они сами Пусть творят То есть Все Указывает На то Что и журнал Forbes Наверное Не то Издание Которому Есть Смысл Как-то Там Вводить В заблуждение Сообщать Сведения Несоответствующие Действительности И так далее Значит Это интервью Было Оно Не публиковано Поскольку Может быть Они потом Опубликуют Через Какие-то Там Годы Спустя Там Десятилетия Когда Это Станет Достоянием Истории Окончательно И Родственники Оставшиеся Не будут Против Этого Вот Тогда Это интервью Появится Ну Про Покаянные Письма Владимира Владимировича Путину Тоже Как бы Ходили Слухи Информации Подтверждалось Российским Руководством И лично Президентом России Но тут Мы не можем Проверить Были они Или не были Судя По Исповеди Гордону Их не было Да Их не могло быть Но Мы Всей правды Как говорится Пока Не знаем И когда Мы ее узнаем Спустя Либо Еще Годы А может Быть И десятилетия А может И никогда Так Ну И То что Он Все таки Я почему Говорю 99,9 Что он Мертв И Действительно Похоронен Там На кладбище В Англии По воле Родственников Всех Членов Семьи Это Еще Два Свидетельства Это Саймон Пул Патолога Анатом Значит Было Вскрытие То есть Не может Патолога Анатом Нести Какую-то Отсебятину Да И вот По его Заключению Повреждения Вокруг Шеи Характерны Для Самоубийства Через Повешение Саймон Пул Патолого Анатом Британский Но Повешение Может быть И самоповешением А может быть И принудительным И вот Семья Бориса Абрамовича Наняла Независимого Судебно Судебного Эксперта Судебно-медицинского Эксперта Главного Можно сказать В Европе Специалиста По асфиксии То есть По удушению И Фамилия его Берн Бринкман И вот Берн Бринкман Опроберг Версию о том Что Борис Абрамович Березовский Мог сам Повеситься По его Глубокому Убеждению А это Все-таки Специалист По асфиксии И Сомневаться Его Как бы Выводом Нет У меня Во всяком Случа Студенту Юристу Который Изучал И судебную Медицину И Судебную Психиатрию Судебную Психологию В Белгосуниверситете У меня нет Никаких Оснований Не доверят Такого Уровня Специалисту По асфиксии Что Борис Абрамович Скорее всего Был Принудительно Повешен Вопрос Лишь в том Попросил ли он Кого-то Помочь Может кто-то Был в это время Из его Ближайших Друзей Который Осуществил Это Иваня Затягивание Шарфа Подвязал Там еще Как-то И там Его там С усилием Чтобы действительно Его удушило Реально Да Вот это Может быть Мог Борис Абрамович Мог Кого-то Из ближайших Кому доверял Попросить Ну а если Не попросил Тогда Конечно Ему Кто-то Из Злоумышленников Которые имели С ним Свои счеты Помог Это Сделать Но тогда Вопрос возникает Как он туда Забрался В его Поместье Ну это уже Другой Вопрос Ну в любом Случа Мы Приходим К выводу Что Борис Абрамов Действительно Уже давно На том Свете И возможно Где-то Он И услышит Музыкальное Прочтение Его Творение Стихотворение Под названием Люблю Ну а вы Пожалуйста Делайте ссылочки Я думаю Что Этот Мой Небольшой Плат В Историю Песенного Музыкального Искусства С таким Вот Произведением На Стихи Музыкальным Так Песней Да На стихи Известного Комбинатора Махинатора И в душе Лирика Бориса Абрамовича Березовского Всем вам Понравится Ну истинным Ценителем Песенного Музыкального Творчества Всего доброго До встречи Пока